Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Барда Онлайн. Меня зовут Елена Гудкова. Клубы самодеятельной песни, сокращенно КСП. Их огромное количество на территории нашей необъятной страны, да, и далеко за ее пределами. Вот сегодня мне хотелось бы поговорить об этом явлении, об этой форме сосуществования, объединения, сотворчества любителей авторской песни. Вот чем живут КСП? Какова она, клубная жизнь Бардов? Вот все эти вопросы, многие другие, я хочу задать Сергею Погорелову. И не тому Сергею Погорелову, который украинский футболист и вратарь клуба «Арсенал», а Сергею Юрьевичу Погорелову, автору, исполнителю, поэту, композитору, переводчику, председателю совета клуба «Песни Восток», который, собственно, у меня сегодня в студии. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Елена. Очень рада, спасибо, что пришли. А вот, кстати, хотела спросить, ну, корни у вас с Украины все-таки? Да, у меня папа отец хохол, а мама русская. Да, ну, вот такой замес, достаточно часто встречающийся на просторах нашей необъятной Родины. С какой песней вы хотите начать сегодня программу? Вот вы затронули интересную тему, я хотел начать вот с песенки о песенке. У меня есть такая, в моем арсенале есть такая песенка, вот, я ее сейчас с удовольствием исполню. С тех пор, как эта песенка, взлетев над суетой, покачивает легкими крылами, Не деться никуда мне от мелодии простой, в гармонии с нехитрыми словами. Какими бы путями не вела меня судьба, какой бы груз не падал мне на плечи, Гитара зазвучит, или походная труба, но с этой песней сразу станет легче. Гитара зазвучит, или походная труба, но с этой песней сразу станет легче. В надежде и в отчаянии она была со мной, хранила от предательства и лестий. И не было ни холодно, ни тесно, ни темно, ни одиноко рядом с этой песней. Я знаю, что ни до, ни после божьего суда, та песенка со мной не разменется. И что на этом свете были вместе мы всегда, на том нам обязательно зачтется. Так пусть же эта песенка летит над суетой, покачивая легкими крылами. И пусть спасения нет от той мелодии простой, в гармонии с нехитрыми словами. И пусть спасения нет от той мелодии простой, в гармонии с нехитрыми словами. Спасибо большое. Барда онлайн в эфире. Телефон студии 971-19-11. Этот телефон наш режиссер будет периодически показывать на экране. Звоните, если... Напоминаю вам, да. Звоните, если вам захочется задать вопрос моему сегодняшнему гостю. Сергей, вот все-таки о клубах самодеятельной песни. Я думаю, что большинство людей, ну они, 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 они просто вот это сочетание КСП, они связывают с авторской песней. КСП, значит, КСПшные песни, КСП как-то авторская песня. А вот что это такое? Почему? Я вот хотела вас спросить как раз о том, 50 лет назад, в 61-м году, появился первый клуб, да, самодеятельной песни под названием «Восток». И здесь у нас в Ленинграде чем мы можем гордиться. А вот каковы были предпосылки? Вот как вы считаете, почему, почему вот это произошло, такое объединение, как, почему он образовался? Ну были люди, сочиняли песни. Ну вообще это очень такой глубинный вопрос, безусловно. Вот в каждом человеке заложено что-то от Творца и что-то от Лукавого. Вот то, что от Творца, оно лежит глубоко. Но, видимо, в 60-е годы на волне такой свободы некоторой, которая оказалась доступна, вот эта творческая составляющая в человеке в определенной степени проснулась. И, видимо, представители нашего жанра, основоположники нашего жанра, которые в то время существовали, которые стояли у люльки нашей авторской песни, наверное, они вовремя оказались в нужном месте. И тогда же еще возникла и магнитофонная вот эта эпидемия, волна магнитофонных лент тип-2, которые там расходились огромными тиражами, множились, дублировались, склеивались там уксусные эссенции, грушевые эссенции, я еще помню. И вот все эти вот факторы, они сложились в один такой мощный вектор всплеска в этом направлении творчества человеческого. Вообще, песенное творчество — это уникальная штука. Я в какой-то степени изучал его феномен, правильно сказать, да. Музыкально-ритмическая основа, она лежит в таких глубинных слоях психологии человеческой. Ну, достаточно сказать, что ребенок в процессе своего становления, он осваивает язык в основном на музыкально-ритмических конструкциях, типа стихов, песенок, скороговорок, колыбельных. И, в принципе, это закладывает фундамент человеческой личности, по большому счету. Вот здесь лежат глубинные корни. А клуб «Восток», он просто зафиксировал вот этот фактор роста общественного интереса к этому явлению. И честь и хвала городу Ленина, в котором этот клуб впервые в стране образовался. Ну, хорошо, вот смотрите, а почему тогда вообще объединяются люди? Авторы, они все эгоцентристы, они все самодостаточны, по идее. Ну, почему вот они объединяются? Для чего? С какой целью вот клуб? Ну, вообще не все. Не все? Не все авторы-эгоцентристы, хотя это, как бы, вот эго, оно, конечно, в основе сценического фактора лежит. Но объединение-то происходит... Для чего? Вот мне просто интересно. В основном из-за того, что человеку, который пишет песню, нужен слушатель, нужен критик, нужна аудитория, хотя бы еще из одного хотя бы человека, который сидит с ним на кухне. А если их несколько, и они одобряют то, что он делает, ну, это же крылья дают и человеку, и песне, и творчеству как таковому. Вот я думаю, что вот в этом все сути. Слушайте, объединение единомышленников и именно... Ну, насчет единомышленников я не знаю, но каждая песня, она, в хорошем смысле слова, она является объединяющим фактором. Некоторые песни гимнового содержания, они действительно заставляют вставать, как бы, в одну шеренгу, значит, дышать одним воздухом и думать едиными мыслями. И действовать единым порывом. А некоторые песни, они лиричны, они индивидуальны, они идут в сердце человека и от сердца человека идут. Ну, вообще хорошо, когда песни идут от сердца, от человеческого. Вот. Константин Батюшков в свое время сказал вот замечательные слова, которые мне очень нравятся и которые я не устаю цитировать, что... Что... Так вот... Живи, как пишешь, он сказал, и пиши, как живешь. Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивыми. Вот я стараюсь действовать в этой жизни, в этом направлении, вот по такому принципу. И вот, ну, мне это дает определенную точку опоры. Замечательно. Замечательно сказал Батюшка, вы замечательно сказали вы. А вот, ну, все-таки, все-таки немного для наших телезрителей, да, те, которые не входят, может быть, в клубы самодетельной песни, о том, как живут эти клубы. Это общественное объединение, да, имеют они какие-то юридические адреса. Как они внутри устроены, какая форма их деятельности, что ли? Вот об этом чуть-чуть. Ну, в основном, обычно, это клубы по интересам. Как правило, это клубы по интересам. Но вот в 2005 году наш клуб «Восток», он все-таки учредился как общественная организация, получил юридический статус. Ну, и в принципе... То есть, такое может... Такое возможно. Вот наш клуб называется «Санкт-Петербургская общественная организация по сохранению и развитию музыкально-поэтической культуры. Клуб «Песни Восток». Вот такое он название имеет. И он является прямым наследником вот того самого клуба «Восток», который был создан в 61-м году. Ну, и получил свое название от космического корабля, с человеком на борту от первого космического корабля. Об этом поговорим. А вот формы деятельности, то есть, как живут клубы? То есть, чем они живут? Вот что, как это вот все происходит, если... Ну, вот я уже говорил, что каждому автору нужна аудитория для того, чтобы выразить, передать свое творчество человечеству. Ну, я имею в виду вот... И вот клубная встреча, во всяком случае у нас в клубе, она складывается из такого традиционного уже действия, которое называется «Гитара по кругу». Мы собираемся, обмениваемся какой-то информацией, которая вот произошла или которая должна произойти, пускаем гитару по кругу. И формируется уже атмосфера общения и слушания. Вот принято считать, что у авторской песни три кита, на которых она зиждется. Это поэтическое содержание песни, ее музыкальная составляющая и исполнительская такая, исполнительский наезд, доминанта, что хотите, как хотите, так и назовите. Но я считаю, что у авторской песни все-таки четыре кита. Вот тот, кто думает о трех китах, он заблуждается, потому что обязательно нужен слушатель. Вот слушатель, причем воспитанный, подготовленный слушатель нужен. Иначе вот все эти потуги в области создания песни, ее исполнения, они беспочвенные. Вот песня как таковая, она существует только когда она переходит в сердца и в умы слушателей и живет в них. Хорошо, Сергей. А есть сейчас слушатели у авторской песни? Вот вообще, вот я понимаю, прийти в клуб, где сидят такие же авторы, они свою песню спели и послушали песни других. А дальше-то вот есть, есть кому петь-то сейчас. Вот как вы считаете? Дефицит слушателей ощущается? Наблюдается, ощущается дефицит слушателей, безусловно. Но у этого явления корни больше социальные. Ну, культурные, безусловно, но и социальные тоже. Вот вся наша жизнь, вот нашей страны в новом качестве, она, к сожалению, сформировала такую в большой степени потребительскую позицию. И даже существует общество потребителей, да? А вот общество творцов почему-то, как бы, оно не зафиксировано. И постепенно теряет свои очки на фоне роста общества потребителей. А мы уже говорили, да, что в человеке что-то есть от творца и что-то есть от лукавого. Вот, к сожалению, вот на мой взгляд, потребление, это, в общем-то, в какой-то степени от лукавого. Вот. Поэтому мы теряем слушателя, слой вдумчивого слушателя, тонок, но он существует. Он существует, это доказательство, вот, то, что на наши концерты зритель ходит. Да, конечно, со стадионов, из многотысячных залов авторская песня переместилась на более компактные арены, сценические, эстрадные, исполнительские. Но, тем не менее, слушатель ходит, и слушатель благодарный. Благодарный и понимающий. Он есть. И это радует, и это создает надежду на будущее. Один китайский мудрец сказал, что государство строит император и певец. Вот какие у нас сегодня певцы в основной своей массе, таково у нас и государство. Вот он очень мудрые слова сказал. А еще немного погодя, он сказал, что тот же самый мудрец сказал, что правильное развитие государства зависит от правильных песен. Вот правильных песен у нас и на телевизионном экране, и в радиоэфире, безусловно, не хватает. Но они есть? Они есть. Я лелею надежду, что песни, которым мы отдаем свою энергию, свое творчество, свою жизнь, в конце концов, они правильные. И есть надежда, что зритель все-таки, слушатель, будет более внимательно, трепетно к этому относиться. Ну и представители средств массовой информации, они тоже обратят свой взгляд на это уникальное явление, которое существует, по сути дела, только в нашей стране, как авторская песня. Вот надежда такая существует, и поэтому мы не складываем своего оружия. Да, 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 правильно. Я еще подумала, вот знаете, если руководители государства бы ходили на концерты авторской песни, сразу же бы интерес и страны, и всех, вот знаете, резко бы возрос. Вот так вот. Я даже не сомневаюсь. Вот у нас стали руководители государства ходить на концерты шансонье сегодня. И сегодня, пожалуйста, у нас и Михайлов уже народный артист, и мы не будем дальше продолжать. На самом деле такая тенденция существует. Это как раз свидетельство того, что... Что вы сказали. О чем я сказал, да. Сергей, с вас песня еще. Я слежу за часами, и мне нужно, чтобы... Да, мы заболтались. Чтобы вы еще песни попели свои замечательные. Ну, мы заговорили там, в свое время, когда готовились к передаче, мы поговорили немножко о романсах, о странном исполнении. Спою один свой романс, который был написан для кинофильма «Черный ворон». Вот телевизионный фильм был, многосерийный «Черный ворон». Его автор сценария, Дмитрий Вересов, это псевдоним, а так его зовут, Дмитрий Прияткин, замечательный человек, очень обаятельный. Он обратился ко мне, сказал, Серега, нужен старинный русский романс. Вот я подумал, за вечерок написал старинный русский романс. Назвал его «Рябиновый романс». Солнце тронуло ветви жасмина, Заливается в них соловей. А в тени загрустила рябина, В безутешной печали своей. Эти красные гроздья густые, Незаметны теперь никому. Эти чудные листья резные, Ни к чему, ни к чему, ни к чему. Эти чудные листья резные, Ни к чему, ни к чему. И надежды все реже и реже, Чем звончей соловиной отрель. И никто даже ветки не срежет, Чтобы сделать из ветки свирель. Неужели промчаться напрасно, Эти ясные летние дни. Неужели рябине прекрасной, До зимы оставаться в тени. Неужели рябине прекрасной, До зимы оставаться в тени. Вот так вот. Спасибо. Сергей, конечно, не могу сегодня не поговорить с вами о клубе «Восток». Ну, не могу, потому что, естественно, давно хочу и для себя ясность нести во многие вопросы. Вот клуб «Восток», давайте сначала как вы попали туда. Потому что, я так понимаю, что это все непросто. Сколько вот сюда людей приходило, и был вот Александр Генкин был, и говорил о том, что трудно вот было попасть в «Восток», и его тогда взяли. Вы когда попали, вот стали членом клуба «Восток» или «Градского». Худсовет проходили, я не знаю, какие-то отборочные там, я не знаю, смотри, какие-то были. Ну, я в свое время работал долгое время в Карелии, и в Костомукше есть такой город. Был организатором фестиваля в памяти Сергея Оржегова. Долгое время работал руководителем северо-западного региона по подготовке фестиваля международного «Петербургский аккорд» почти 15 лет. Вот у меня вот такого стажа было. И меня достаточно хорошо знали в Петербурге, и как автора, и как организатора клубной деятельности. И когда я получил приглашение в Санкт-Петербург от Пет-Университета, ну, по той деятельности, которую я проводил в Карелии в свое время, значит, я появился здесь в клубе, меня с удовольствием слушали, приглашали на все мероприятия клуба. А когда случилась кризисная ситуация в клубе, мне предложили возглавить его. Я принял предложение. Это в каком году? Это было в 2004 году. Это было 7 лет назад. Тогда очень сложная была ситуация в ДК «Газа». Ну, вот переход на такую коммерческую основу, очень сложные взаимоотношения с руководством ДК «Газа», сложные взаимоотношения внутри коллектива клуба, необходимость реальных действий по реанимации, по сути дела, клуба существовала. Я скажу, может быть, даже открою страшную тайну. Тайно существовало письмо от руководителя клуба, который до меня стоял во главе клуба, с предложением о закрытии клуба. Письмо в адрес попечительского совета клуба, в адрес руководства ДК «Газа» и так далее. Поэтому я был приглашен, скорее всего, в качестве кризисного директора на должность руководителя клуба. Ну и после этого в течение 5 лет я возглавлял клуб «Восток» в его новом качестве. До тех пор, пока не произошло такое разделение по сути дела на молодежное крыло и на возрастное такое крыло. Что произошло? Но об этом можно говорить по-разному. Это можно считать как раскол. А можно говорить о том, что деление – это сопутствующий фактор любого процесса, который развивается. И уже с точки зрения того, что мы перешли в фазу развивающегося процесса, я считаю, что я функцию кризисного директора выполнил с честью. Но должность-то неблагодарная. Должность абсолютно неблагодарная. Но я хочу сказать, что за это время, за время своего руководства совместного такого… Вот тогда единого Востока. Единого на тот момент Востока, был учрежден и было проведено три фестиваля на Соловецких островах, которые сейчас продолжают существовать в активной фазе. И это уже говорит о том, что все было сделано в правильном направлении, в нужном русле. Ну, а то, что человеческие отношения в конце концов иногда разделяют людей в творческой среде, ну, это явление абсолютно повсеместно известное. Ну, что делать? Ну, я думаю, что год 50-летия клуба, он в какой-то степени объединит поклонников клуба и сторонников его, и членов этого клуба, в какой-то степени объединит. Вот я так считаю. Но вы все равно так, Витейвата так, в общем, сказали, но так я понимаю, что клуб, тот Восток, единый, который был, он вот сейчас расстроился, я бы так сказала. Да, три, по сути дела, Востока, да. Так что, какие клубы существуют сейчас? Дочерние структуры. Дочерние, да, структуры. Ну, вот один из них, это под руководством Веры Бордюк, второй под руководством сейчас Тани Зориной. Это Восток, где ветераны? Где такая, да, возрастная категория в основном собирается и общается. И вот наш Восток, которым руковожу я до сих пор. То есть вот три. А где, а где они базируются? Значит, у Веры Семеновны где, где они, у нее, как называется это? Они библиотека имени Лермонтова, по-моему, они там собираются. Значит, Тани Зориной, это Дока Горького. Дока Горького, да. А наш клуб, он в КДЦ Московский, культурно-досуговый центр Московский, Московский проспект 152. Ну, каждый клуб делает свое дело, по сути дела. И деятельность каждого из руководителей, на мой взгляд, должна вызывать уважение. Я не склонен говорить что-то, какие-то отрицательные вещи по поводу тех или иных моментов, связанных что с руководством клуба, что с его деятельностью. Я считаю, что каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Это замечательные слова. И если вот такие объединения, они дают возможность творческого роста людей, объединенных этим кругом, это просто здорово. Поэтому я считаю, что все идет в правильном направлении, в нужном русском. Да, да, да. Давайте еще, может быть, вы исполните песню, представите, расскажете и дальше поговорим уже о вашем клубе непосредственно в Востоке. Задам вопросы. Ну вот я в затруднении некоторым. У меня существует довольно много песен, я ведь довольно давно в этом жанре работаю. Ну вот давайте я вам покажу один из своих переводов. Я спою перевод песни «Зеленые рукава». Вот этот старинный рыцарский романс 16 века, который, по-моему, до меня, вот я сколько ни сказал, я не находил вариантов перевода этого романса. Вот, по-моему, я пока единственный переводчик. Ну, попробую его исполнить. Чтобы вас на старину потянуло. Хорошо. Это очень своевременное исполнение этого романса, потому что наш клуб сейчас проводит рыцарский турнир. Это тоже, да. Это следующий вопрос. Хорошо, хорошо. Вот я как бы его предваряю вот этим рыцарским романсом старинным. Моя любовь принесла мне боль, так легко, так просто, предав меня. Одной тобой, лишь одной тобой, я был счастлив до этого дня. Ты солнечный свет мечты, наслажденья луч и надежды Блик. Кто, леди моей любви, был достоин ее, как не ты? Я словно тень был с тобой всегда, я дарил тебе все, что только мог. Да будет доброй твоя звезда, но уходит земля из-под ног. Ты солнечный свет мечты, наслажденья луч и надежды Блик. Кто, леди моей, кто, леди моей любви, был достоин ее, как не ты? А музыка ваша? Нет. Нет? Это романс 16 века. То есть вы взяли просто вот это все? Это старинный. И вы вписали? Гринсливс, да. И существуют слова и музыка этого романса, они дошли до наших дней. Автор этих слов, Георг Третий. Написан он был в адрес королевы Елизаветы тех времен. Ну, то есть это такое серьезное, старинное исследование. То есть это настоящий рыцарский романс. Удивительно. Удивительно. Спасибо. Давайте мы вот все-таки о вашем клубе поговорим непосредственно. Значит, как я поняла, что вы вот в бывшем ДК Ильича базируетесь. Там ваша база, там вы находитесь, встречаетесь вы по каким-то... Мы встречаемся по понедельникам. Каждый понедельник в 7 часов наши двери открыты для любителей. Для всех. Для всех абсолютно. Любой придет, либо послушать, либо что-то спеть. Либо что-то спеть, либо послушать. Мы ни перед кем двери не закрываем. У нас нет политики закрытой двери. Значит, а давайте мы адрес скажем просто. Московский проспект 152. Рядом с метро «Электросила», бывший ДК Ильича, вот напротив районной управы, круглое такое здание. Значит, вход с Рощинской улицы. Не с Московского проспекта, а с Рощинской улицы. Мы там на третьем этаже, в комнатке номер 2. Прекрасно проводим. Комната номер 2. Дорогие друзья, если вам захочется послушать хорошие песни или исполнить, может быть, какую-то свою, приходите в клуб «Восток». Леночка, мы, кстати, вас приглашаем. Я обязательно загляну, тем более, что понедельник это как раз хороший день, замечательный день, и я обязательно к вам загляну. Сергей, я бы хотела, чтобы вы рассказали о том, что